Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодня у нас тема «Как не сгореть на работе эмоциональное выгорание». У нас в студии Бакумцева Наталья Николаевна, руководитель, начальник госпиталя больных с новой коронавирусной инфекцией, центральной городской клинической больницы. Здравствуйте, Наталья Николаевна! Добрый день! Наталья Николаевна, у нас сегодня тема такая, она, я думаю, такая животрепещущая, да, все-таки. Я думаю, что очень многие телезрители заинтересуют эту тему. Ну, вот эмоциональное выгорание. Как правило, о нем говорят когда? Когда профессия людей связана все-таки с контактом людей, с таким активным контактом людей. И поэтому отсюда вытекает и какая-то хроническая усталость, да, и какое-то накопление каких-то стрессов и так далее, и так далее. Вот если простыми словами говорить, вот что такое, на ваш взгляд, эмоциональное выгорание? Добрый день еще раз. Ну, прежде всего, хотелось бы немножко вот в историю вопроса данного, да, углубиться. Сам по себе термин синдром эмоционального выгорания, он относительно нов, современен, да. Он впервые появился в специальной литературе в 1974 году. Его ввел в оборот, можно так сказать, американский психиатр Герберт Фрейденберг. И уже с 1974 года, чуть позже, этот термин, ну, скажем так, перешагнул в широкие массы. Он стал известен, достаточно популярен, да, то есть появились множественные публикации, статьи в научной, околонаучной прессе. Тоже наработки какие-то пошли уже. Да, как бы вот. Ну, простыми словами, синдром эмоционального выгорания – это своеобразная психологическая защита человека, организма человека на длительное воздействующий стрессовый фактор. Проявляться данный синдром может совершенно многочисленными проявлениями. Ну, чаще всего это синдром хронической усталости, то есть это усталость, это апатия, это нарушение сна, бессонница. По мере развития клинических проявлений могут присоединяться соматические проявления, то есть могут присоединяться боли в спине, боли в мышцах, главные боли. Ну, там целый комплекс, большой комплекс клинических проявлений. Ну, вот как-то… Ну, относительно так, что индивидуально у каждого, наверное, проявляется, да? Да, конечно. Но общая какая-то такая вот симптоматика, она все-таки обнаруживается. Да, ну, прежде всего, как бы я не психолог, я просто как человек, который, ну, более 20 лет работает в здравоохранении, причем в практическом здравоохранении, да. Вот, и, конечно, это имеет место быть и в нашей профессиональной среде. К сожалению, в России вот полномасштабных исследований по синдрому эмоционального выгорания не проводилось, не проводится, но, может быть, сейчас как-то ситуация изменится, да. Ну, есть полномасштабные исследования, которые проводятся за рубежом. Есть такой очень такой солидный журнал, Медскея называется. Вот он ежегодно с 2017 года проводит полномасштабные исследования. 15 тысяч врачей опрашивает, то есть там определенный опросник на выявление признаков синдрома эмоционального профессионального выгорания. Вот, и цифры вот регулярно, то есть уже как бы практически там 5 лет существует, да, вот этот вот опрос существует, уже можно говорить о каких-то тенденциях, в общем-то, да. Ну, определенная статистика уже есть. Да, статистика определенная есть. 41% врачей, да, они подвержены. Колоссальная цифра. Синдром, да, это очень много. Вот, они подвержены синдрому эмоционального выгорания. И вот в этих 41%, 15% врачей имеют признаки клинической депрессии. То есть это очень много. И ежегодные цифры, вот ежегодный опрос, результат ежегодных опросов показывает, что этот процент растет. Ну, я не думаю, что ситуация в нашей стране, она как-то кардинально по-другому выглядит, да. Есть исследования, пусть они небольшие, не такие масштабные исследования, да, которые проводятся и научно-исследовательскими центрами при Минздраве Российской Федерации, да, там, в Новосибирске, Новосибирске медуниверситет, медакадемия проводят, да, много работ в интернете можно посмотреть в рамках подготовки, там, кандидатской диссертации, докторской диссертации, вот, готовясь к эфиру, вот, просматривала. Ну, действительно, как бы цифры, они, безусловно, коррелируют, просто не на таком большом, вот, может быть, вот, контингенте такого большого целевого многостранового исследования не проводилось, с такой выборкой колоссальной. Ну, я не думаю, что они там сильно как-то и меняются, вот, эти цифры. И действительно, вообще, если как бы абстрагироваться вот от врачебной специальности, да, вот именно от, даже не столько от врачебной, от медицинской специальности, потому что нельзя сбрасывать, говоря там о синдроме эмоционального болгарания, говорить только о синдроме эмоционального болгарания у врачей, да, они сейчас говорят только о медиках, да, то есть это и медицинские сестры, конечно, и младший медицинский персонал. В другие специальности. Да, а вот в другие специальности вообще как бы проводилось такой вот мониторинг, профессия, которая наибольшей степени подвержена. Ну, конечно, на первом месте это медицинские сотрудники, да, медицинский персонал. На втором месте это сотрудники вузов. То есть педагогический состав. Именно вузов. Высшего образования. На третьем месте это учителя. Дальше по нисходящей пошли продавцы, социальные работники, менеджеры, специалисты по продажам. Вы совершенно правильно сказали, что это те категории сотрудников, работников, которые вынуждены в силу своей профессиональной деятельности, работать не просто с людьми, а, во-первых, с потоком. Чтобы поток был постоянный. И вынуждены сталкиваться либо с страданиями, что это касается медицинских сотрудников, когда профессия предполагает эмоциональное сопереживание, эмоциональное включенность в болезнь. Либо это поток посетителей, часто имеющих негативную окраску. То есть это касается может быть сотрудников менеджеров по продажам. Каких-то вот таких. Ну вот как-то вот так вот. Но в медицинской профессии мы же вообще должны сопереживать, сочувствовать человеку. Безусловно. Это тоже профессия предполагает. Профессия предполагает эмоциональное соучастие. Потому что без этого, наверное, никак. Но это не профессию, как бы, невозможно без этого представить. Если человек на своем месте, совершенно верно, то человек все равно эмоционально все переживает. Есть определенные, психологи смотрели, исследования тоже проводились, какие все-таки психотипы людей в большей степени. У нас медиков много, но не все же подвержены синдрому эмоционального выгорания. Мы же вот говорили о том, что 41% по данному журналу, остальные это 59% не подвержены. Есть какая-то определенная категория людей, которые более подвержены эмоциональному выгоранию. Мы вот тоже проводились исследования на эту тему. В большей степени подвержены интроверты. То есть люди, которые привыкли ограничивать свой круг общения, им более комфортно в узком каком-то кругу. Но в силу своих профессиональной обязанности они вынуждены работать с людьми. Конечно, это фактор риска. Люди, которые обладают эмоциональной лоббильностью определенной, лоббильной эмоциональной психикой, которые имеют определенные какие-то идеалистические представления о том, как должно быть, когда это представление о том, как должно быть, сталкиваться с тем, как получается на самом деле, как есть в реальности. Вот такой конфликт происходит. То есть вот такие категории психотипа людей в большей степени подвержены. Давайте тогда коснемся темы близкой к вам. Вы сейчас руководите большим госпиталом для больных с новой коронавирусной инфекцией. И непосредственно у вас работают медики, сотрудники, ваши коллеги. И вы видите, как на самом деле коронавирусная инфекция внесла большую лепту вообще и в нашу жизнь, и в нашу работу, и в нашу профессию. Вы непосредственно видите, на ваш взгляд все-таки люди, работающие именно в госпитале ковидом, я так просто скажу, они должны обладать более какой-то стойкой такой психосоматикой. Или как на ваш взгляд, больше ли они подвержены все-таки такому эмоциональному выгоранию, хронической усталости? Вы понимаете, Павел Сергеевич, люди, какие были до ковид, такие и остались. Новых людей ниоткуда не пришло. Все, кто работали в доковидную эпоху, скажем так, все эти люди, они работают сейчас в ковидном госпитале. Сразу хочу сказать, это большой, просто, я считаю, гражданская позиция нашего госпиталя, наших сотрудников, когда было принято решение о том, что госпиталь разворачивается полностью стационар, у нас весь коллектив сделал шаг вперед. С пониманием, что это нужно, это необходимо. Люди понимали, было полное понимание того, что это надо, это надо людям, это надо окружающим, то есть на нас возлагается задача спасать жизни, и психологически наш коллектив оказался, что мы готов. Может быть, нам повезло, в каком плане, что нас разворачивали в последнюю очередь, мы развернулись 1 января, инфекционный госпиталь на 100 коек развернут с первого дня, с появления первого пациента, мы приняли первого пациента, который появился, взрослого пациента, кто появился на территории Ульяновской области, то есть на 100 коек наш инфекционный корпус развернут с 1 апреля, развернут, да, то есть и понятно, что инфекционная служба, она исторически концентрировалась на нашей территории, в Центральной городской клинической больнице, это большой трехэтажный отдельно стоящий корпус, главный нештатный специалист министерства регионального, сотрудник нашего госпиталя, всегда так было, есть, так всегда, наверное, и будет, это правильно, мы знаем и умеем лечить болезни инфекционного профиля, в том числе, особо опасные инфекции, ежегодно минимум два, а то и три более раз в год проводились полномасштабные межведомственные учения, да, по выявлению больного с подозрением на особо опасную инфекцию, да, там, с вовлечением управления Роспотребнадзора, Минздрава, аэропортов Восточного, да, там, в зависимости от легенды, какой пациент, то есть у нас мы теоретически, практически были к этому подготовлены, поэтому, когда было принято решение о разворачивании госпиталя, ну, когда начала свою дорогу, да, шествие пандемии, в этом плане, наверное, нам было проще, вот, нашим инфекционистам было проще всех в психологическом плане, потому что мы знали, мы не боялись, да, не было психологического страха перед развитием событий, вот, и к тому моменту, когда было принято решение о том, чтобы развернуть полностью стационар, круглосуточный стационар, каждый из сотрудников большого круглосуточного стационара в силу своих профессиональных обязанностей за вот эти предшествующие полгода, он уже побывал в этом госпитале, потому что, что такой пациент с коронавирусной инфекцией, да, всегда есть коморбидная То есть не только остались и сотрудники на местах, но еще и пополнились у вас люди, да? Конечно, да, вот, у нас и беременные женщины поступали, и хирургическая патология, и всевозможные терапевтические проблемы, да, поэтому сотрудников врачей основного корпуса систематически привлекали к работе с пациентами с коронавирусной инфекцией, поэтому к тому моменту, когда было принято решение, что нас разворачивают на госпиталь, коллектив был полностью психологически к этому готов, да, и несмотря на это, это вот ощущение, понимаете, такое вот ощущение плеча, да, что ты абсолютно работаешь в команде, ты знаешь, что ты не будешь брошен, что тебе помогут, тебе подскажут, вот, это, конечно, очень большое. Ну, то есть, риск эмоционального ранения был следен прям к минимуму, да, понятно, что храническая усталость все равно бы присутствовала, конечно, костюмы, средства защиты, все это. Никуда не девается, потому что поменялась и организационная структура, да, госпиталей, и психологические моменты поменялись. И в этой, вот, в этом большом, большом ворохе, скажем так, да, большом перечне проблем, которые пришлось вот решать за очень короткое время, да, работа в СИЗах стояла на самом последнем месте, да, вот, два раза СИЗ оденешь, входишь в зону, третий раз ты уже делаешь это с закрытыми глазами, да, то есть ты уже на это внимание не обращаешь. Именно вопросы подхода к пациенту, да, вот, вопросы правильного оказания медицинской помощи, ведь здесь очень много, понимаете, моментов, один из таких очень важных моментов, это страх непосредственно самого пациента, да, страх самого пациента, пациент новая болезнь, да, он знает, чем это чревато, серьезные клинические проявления, да, особенно в госпитальную базу, в нашу госпитальную базу поступают пациенты средней степени, тяжелой степени тяжести, да, то есть легких пациентов, там, пациентов удовлетворительного состояния, это не более 10% от пациентов, то есть это те пациенты, которые, основная масса наших пациентов, это пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, да, то есть это первая, самая первая эмоция, которая у пациентов возникает, это страх, да, то есть страх, что мне не помогут, и вот это вот, психологически, вот необходимость психологического поддержания пациента, необходимость сказать, что вам помогут, вам только надо слушать, да, вы слушаете, что, вам, говорят, тоже большая проблема, Потому что в состоянии страха, в состоянии гипоксии головного мозга, когда мозг испытывает кислородное голодание, пациент не всегда слышит тебя, не всегда понимает и адекватно может реагировать на какие-то моменты. Это тоже надо учитывать, да, вот эти вещи. Конечно, длинные смены, большое количество дежурств, да. Ну, оторванность от близких, да, потому что дежурство, это часть сотрудников у нас по своим каким-то причинам, да, там вот она проживает в гостинице, да, то есть они оторваны от близких людей, да, то есть вот эти вот моменты, это тоже оказывает влияние на психологическую составляющую. На самом деле, это, конечно, очень большая проблема, но мы, ну, я считаю, что мы успешно справляемся с ней. Очень много факторов в этом помогает, да, в первую очередь, вот, наверное, основным фактором, который помогает справляться вот с этой проблемой, это когда ты видишь результат в своей работе, да, вот ты видишь результат, что пациент выздоравливает. Вот, да, вот, когда ты видишь, что поступал пациент вот в таком состоянии, проходит определенное время, вот, и ты видишь результат своей работы, ты видишь, что пациент поправляется. Вот, и есть, конечно, и знаковые пациенты, которые запоминаются, и вся больница с замиранием сердца смотрит и ждет, и как, да, вот, и когда пациенту становится лучше, когда пациента выписывают, ну, поверьте мне, это праздник, да, вот. Вот, совсем недавно мы выписали молодую маму, которая стала мамой в нашем госпитале, вот, мало того, она очень тяжелая форма была, коронавирусная инфекция, и пришлось ей побыть и на аппарате искусственной вентиляции легких. И род разрешали ее, находясь на искусственной вентиляции легких, да, и вот мы ее выписали на 42-й день от момента госпитализации. Она ушла в полном ясном сознании, с восстановившейся функцией дыхательной, и все хорошо с малышом, вот, понимаете, это вот, ну, я вот могу сказать, что это праздник для больницы, просто праздник для больницы был, потому что, когда было объявлено, что пациентка вот сегодня выписывается домой, ну, нас часто обвиняют в цинизме, да, в каком-то там, вот, в черствости, в равнодушии, но поверьте, когда вот такие ситуации происходят, когда речь идет вот о действительно вот тяжелых моментах, да, когда включаются все ресурсы, и ресурсы и материальные, и физические, и личностные ресурсы, да. Да, ну, так и есть, на самом деле, так и есть, сколько вкладывается туда, сколько вытягивается, да, и, конечно, доктора и сестры очень устают, именно вот, и физически, и эмоционально устают, конечно, устают, ну, зато мы видим результат, да, вот, видим результат, видим результат работы, видим. Ну, Таняка, ну, я хотел еще поговорить, вот вы сказали о пациентах, да, тоже, ну, есть благодарные пациенты, на самом деле, которые всегда уважали, уважают и будут уважать медиков, да, и, наверное, такие большинство, я тоже в это верю, да, большинство, и мы стараемся тоже своим каждодневным трудом это доказывать, да, с вами и наши сотрудники. Ну, вот, есть категория пациентов, которые сейчас, на самом деле, вот, какая-то, вот, немножко агрессия есть, какая-то, вот, немножко, такая, ну, какое-то более востребованное такое отношение к медикам, да, вот, какой-то негатив, вот, как вы к этому относитесь? Это же тоже, вот, в какой степени даже мешает, да, вот, такой полноценной работе медиков, и, опять же, вот, в параллель идет тоже с эмоциональным выгоранием. Как вы считаете? Каждую конкретную ситуацию надо рассматривать индивидуально, да, причины негативного отношения пациента конкретно, они могут быть, ее просто надо раскладывать в каждом конкретном случае, да, что это может быть? То есть это может быть негатив лично к доктору, да, или негатив, может быть, какой-то, не знаю, там была какая-то ситуация, когда пациент считает, что ему не помогли, или помогли не настолько, насколько он рассчитывал, чтобы ему помогли, да, негативное отношение может быть связано и с тем, что пациент боится и не знает, чего ему ожидать. Да, он боится своего заболевания, он боится, опасается исследования, может быть, которые ему предстоит, да, ну, нельзя сбрасывать со счетов и ту часть пациентов, которые, ну, в силу своего заболевания имеют определенные особенности психики, да, и такие пациенты тоже есть. Поэтому в каждом конкретном случае ситуацию надо разбирать, ну, на составляющие. И, конечно, есть определенные методики, мы эти методики тоже озвучиваем, проговариваем всегда на совместных совещаниях каких-то методики эмоциональной защиты врача, да, ну, не только врача, а медицинского персонала. Ну, конечно, это способствует, да, эмоциональной усталости способствует, да, когда там 3-4 вот таких пациента, вот, даже один попадется за твою рабочую смену, да, за дежурство. Конечно, ты будешь выбит вот из колеи. Ну, это часть работы, да, мы понимали, когда мы шли на... Должен быть диалог обязательно, контакт, обратный связь. Более того, в конфликте всегда инициатива должна принадлежать медику. Конечно, всегда надо идти навстречу. То есть он должен инициативу проявлять, вот, он должен быть главным вот в этом диалоге, да, потому что, ну, во-первых, пациент не обладает специальными знаниями, да, и всегда нужно пациенту стараться максимально доступным простым языком объяснять, вот, какое исследование предстоит, в чем оно будет заключаться, да, это исследование, что беспокоит, да, то есть вот понять природу вот этого страха, агрессии, негативизма, с чем это связано, да, и если это возможно, можно устранить, а в 90% случаев, как правило, когда начинаешь погружаться вот в эту конфликтную ситуацию, понимаешь, что ситуация может быть разрешена, может быть разрешена. Ну, еще вот тоже оправдание такое, что там, ну, понятно, есть такая ситуация, когда катастрофически не хватает времени просто даже вот медикам. Не хватает. Да, не хватает, мы можем это признать, конечно, все, но его нужно находить, это время, нужно находить, общаться, если пациент что-то не досказал, значит, назначай еще, да, там, прием или как-то, то есть, ну, все-таки, я вот смотрю даже вот в первичном звене, например, многие конфликты или какие-то недопонимания, тут из-за того, что не досказали, не дообъяснили просто пациенту, вот как вы правильно говорите простым языком. Ну, понимаете, сложно объяснить, когда за дверью сидит еще 70 человек, да, вот, ну, для этого существует же много всевозможных способов донести информацию, да, есть информационные сайты, буклеты, информационные стенды, да, для пациентов, у которых есть хронические заболевания, да, давным-давно существуют школы пациентов, существует, да, где какие-то вопросы, да, школы здоровья, да, школы здоровья, да, конечно, это будет все, вот, и это те вопросы, которые он мог бы задать, да, вот, и занять какое-то время у доктора, он эти вопросы может задать там, ему помогут и... Просто направить надо, да, просто направить, да, такая вот, ну, всегда все вопрос коммуникации, конечно, сейчас, конечно, на врачей первичного звена, вот, легла основная ноша, основная тяжесть, и это просто, коллеги, просто героические люди, просто героические люди, которые, вот, приняли на себя первый удар, да, и они его продолжают держать, этот удар, и я просто хочу всем пожелать. Держать оборону, да, просто держать оборону, потому что никак, и мы, очень тяжелый был период, вот, с апреля, с мая по июль, когда, ну, активно болели медики, медики тоже болеют, медики тоже болеют, но необходимости оказывать помощь никто не отменял, да, и на оставшегося в строю ложится двойная, тройная нагрузка, и я знаю, что это повсеместно по всем поликлиникам было, когда врачи, которые болели, не тяжело, на дому, да, осуществляли какую-то помощь, телефонную помощь, да, обзвоны, обзвоны какие-то были, да. Ну, вот, сейчас, конечно, вот, активно волонтеры стали привлекаться, да, вот, последние, вот, два-три месяца, конечно, это, вот, очень помогает, да, это очень помогает, какие-то, вот, такие вот моменты, оно, вот, все, ну, разгружает, разгружает, разгружает. Ну, я тоже, больше случаев, Наталья Николаевна, тоже хочу поблагодарить вас за то, что, вот, на самом деле, вот, ну, вот, я в поликлинике, например, всегда вот, такое взаимодействие у нас тесное, да, то есть, в плане, 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 И можно направить пациента. Врач первичного звена, когда приходит на прием, я глубоко уважаю врачей и фельдшеров скорой помощи и врачей первичного звена. Потому что когда периодически тоже возникают вопросы, не то направили, не так направили, я всегда говорю, вот вы работаете в стационаре, у вас к вашим услугам есть все, весь комплекс. Врач на приеме имеет только свою голову, фундоскоп и пульсоксиметр. И врачу на приеме и на дому надо принимать решение вот здесь и сейчас. Молниеносто. Молниеносто надо принимать решение. И понятно, что правильнее поступать всегда в интересах пациента. Если врач сомневается, то правильнее вызвать скорую помощь и направить пациента в стационар. Где ему окажут более полноценное обследование, осмотр более будет квалифицирован, будут даны квалифицированные рекомендации. Поэтому с глубоким уважением отношусь к коллегам первичного звена. Еще раз хочу повторить, это просто герои, которые стоят на первом рубеже. Это первый рубеж, да. Стационары – это другая тема. Здесь уже тема борьбы за жизнь просто, да. Просто реально, да. Это просто тема борьбы за жизнь, да. И, конечно, эмоциональная включенность, да, желание вот работать на результат всей команды. А коллектив – это команда. Если нет команды, да, если нет понимания того, что мы делаем, как мы делаем, да, вот, ну, работать очень сложно будет в этой ситуации. Это большое счастье, что есть коллектив, вот, что ты понимаешь, что ты не один, да, что у тебя есть… Ты являешься спиной, у тебя за спиной есть люди, да, вот, ты всегда можешь позвонить в любое время дня и ночи, набрать телефон, трубку, да, если мне что-то непонятно. Если мне звонят в 2 часа ночи, я понимаю, что, значит, кто-то не справляется, да, значит, у кого-то есть вопросы, кто не может решить, он не понимает, как поступить в данной конкретной ситуации. Это говорит только о степени доверия ко мне, да, как к человеку, который может помочь, да, вот, в какой-то конкретной ситуации. Поэтому я считаю, что это очень хорошо и очень правильно. Ну, и про отношения тоже я тоже со своими сотрудниками так говорю, вот, вы сейчас коснулись этой темы очень важной, вот, врач-пациент, да, то есть, вот, относиться надо к пациентам все-таки, вот, как будто это твои родственники. То есть, потому что в этой, на этом месте может оказаться, да, и твой близкий человек, и твой родственник, да, то есть, вот, отношения – это очень важно, да, вот, соучастие такое, как мы говорим, да, и поэтому тогда многие вопросы отпадают. Вы знаете, я бы не совсем с этим согласилась, не считаю, как бы, совсем правильным полностью эмоционально погружаться, вот, эмоционально именно погружаться в каждого пациента. Это невозможно сделать просто в силу того потока пациентов, который перед тобой проходит, и это не надо делать. Ты сгоришь сразу и очень быстро сгоришь, да, все же определенная отстраненность, да, вот, определенная, ну, эмоциональная… Какой трезвый ум, да, да, трезвый взгляд должен быть, да, на ситуацию, на пациента, вот, потому что понятно, что эмпатия, она должна присутствовать, но не она должна быть во главе угла, да, вот, все-таки, как бы, мое мнение, профессионализм, он должен быть на первом месте, да, он должен быть на первом месте. И, может быть, прекрасному специалисту, врачу, да, можно где-то в каких-то моментах, да, вот, простить какие-то, ну, может быть, там, определенную холодность, да, в обращении с пациентами. Вот, это, ну, наверное, ну, результат важнее. Результат важнее, да, вот в этой ситуации, наверное, результат важнее. Вот, я еще хотела, знаете, вернуться к вопросам, опять же, готовясь к программе, почитала, какие все-таки специалисты каких специальностей, врачи каких специальностей, значит, они вот… Должны с добраться. Больше подвержены эмоциональному выгоранию, ну, вот, ну, наверное, как бы, никто не будет спорить, что на первом месте стоят участковые терапевты, участковые педиатры, но это и понятно, да, вот. Как вы думаете, на последнем месте кто стоит, вот, кого-то могли бы предположить? Окулисты, врачи-окулисты, то есть это та категория вот специалистов, которые, вот, в меньшей степени подвержены синдрому профессионального выгорания. Ну, все логично, да, тот, кто стоит на переднем крае, естественно, тот, кто принимает на себя первый вот удар, первый контакт с пациентом, да, тот, наверное, как бы и в большей степени несет большую эмоциональную нагрузку. Ну, и стиль работы спокойнее, наверное, из-за этого. На себе, да, вот, ну, и, конечно, как бы, если брать по месту работы, да, конечно, это специалисты первичного звена, скоростно-мощные, да, какие-то структуры, круглосуточные экстренные стационары, то есть здесь большая нагрузка, большая эмоциональная нагрузка, чем плановые стационары, плановая медицинская помощь, да, там федеральные центры какие-то, то есть там уже другой эмоциональный фонд, другая эмоциональная окрашенность. Конечно, да. Ну, Наталья, ну тогда вот уже в завершении нашего разговора, какие бы вы дали советы, может быть, именно по профилактике вот этой хронической усталости, эмоционального выгорания? Ну, может быть, даже больше такие советы в адрес все-таки наших коллег, да, медиков? Ну, опять же, я как бы не психолог и не психиатр по специальности. Ну, свои практические какие-то, да, человеческие жизни. Ну, я могу сказать то, что помогает лично мне, да, потому что мы все работаем в одном строю, скажем так, да, и эмоциональная нагрузка тоже велика. И как справляются коллеги, это тоже вижу. В первую очередь надо, конечно, понимать, что... Вот хорошую такую фразу прочитала, когда пришел ковид в апреле месяце, мы все думали, что это ненадолго, да. Вот, к августа месяца мы поняли, что быстро с этой ситуацией, она быстро не уйдет, да, вот, и прочитала такую хорошую фразу, да, ковид – это не спринт, ковид – это марафон, да. То есть вот мы перестроились от состояния, мое мнение, что мы перестроились из ситуации острого стресса, в которую попали в апреле-май, да, и мы потихонечку уходим в состояние, получается, хронического, вот, хронического воздействия психоэмоционального фактора. Вот, соответственно, перестраивается организм, организм включает защитные резервы, вот, к счастью, хватает защитных резервов, потому что я это вижу по коллективу, по сотрудникам. У нас нет ни одного увольнения, вот, с апреля месяца, никто не уволился, наоборот, мы принимаем новых сотрудников на работу, да, у нас нет проблемы кадрового дефицита, как, может быть, в других лечебных учреждениях есть, да. Вот, я считаю, что это тоже говорит о том, что в больнице хороший психоэмоциональный фонд создан, да, для коллег. Это необходимость, даже не умение, не желание, а именно необходимость уметь переключаться, да, в нынешней... Это тоже совет. Да, да, вот в нынешних ситуациях это необходимость переключаться. Да, длительные рабочие смены, да, тяжелые больные, да, большой поток, эмоциональная нагрузка. Но вот должно быть время, да, которое... На какой-то другой вид деятельности. Да, на какой-то другой вид деятельности, вот, и, конечно, волшебной таблетки от этого не существует. Опять же, я вернусь к результатам уже наших российских исследований. которые показывают, что, ну, вот вообще сам синдром эмоционального выгорания профессиональный, он имеет четыре стадии, да. Первая стадия – это стадия напряжения, когда человек находится в постоянной тревоге, то есть вот повышенная тревожность, да. Вот кто, если не я, кто, вот я должен это сделать, да, вот ощущение того, что вот по кругу бегаешь, и как зверь в клетке, да. То есть вот ситуация, ты не видишь результаты деятельности, то есть вот эта ситуация острого стресса, да, то есть вот ситуация развивается, а ты вот не видишь, когда же, когда же, когда же, значит, когда же будет просвет, да. Вторая стадия – это стадия резистенции, то есть когда начинают включаться механизмы, у человека начинает формироваться определенная... Иммунитет определенная. Холодность начинает, да, то есть отстраненность, человек начинает защищаться эмоционально, да, ограничивая свою эмоциональную вовлеченность в процесс, да. Третья стадия – это стадия истощения, когда включаются уже компенсаторные, да, дополнительные резервы организма, и закрепляются ограничения эмоций, организм работает, знаете, в таком дозированном режиме, да, то есть вот на выполнение чисто профессиональных навыков, да. Уже как робот человек становится такой. Вот та ситуация, которой, ну, часто, ну, нередко обвиняют коллег, когда вот мне нужно, чтобы меня по руке погладили, да, а вот доктор вот мне не улыбнулся, по руке меня не погладил, да, а доктор вот находится вот в состоянии внутреннего сбережения, да, вот ему надо сохраниться как личность, вот он вот все отсек, вот он оставил вот какие-то основные моменты. И четвертая стадия, это стадия уже личностных перестроек, когда закрепляются вот все изменения, и мы имеем в конечном итоге вот личность, скажем так, провдоформированную личность, да. Это уже, в принципе, даже к диагнозу можно подойти с этим, да, то есть это уже вот третья-четвертая стадия, это уже стадия, когда нужен специалист, совершенно верно, когда нужен специалист. Вот существует огромное количество опросников, огромное количество опросников по выявлению начальных стадий вот синдрома, да, эмоционального, профессионального. Ну, хотя бы первой, второй, да, хотя бы. Да, и исследования, которые проводились в России, проводились уже в том числе и в условиях ковидной эпидемии, да, пандемии, они показывают, что, к счастью, наши люди, наши сотрудники, медики обладают достаточно высокой стрессовой устойчивостью, то есть это вот из тех сотрудников, кто находится, вот, отвечал, никто не перешагнул вторую стадию, то есть первая-вторая стадия, да, то есть это хорошо, да, то есть это то, когда ты можешь помочь себе, в общем-то, сам. Вот просто надо понимать, что такая проблема существует. Здесь я бы выделила несколько моментов, ну, прежде всего, вот, говорили уже, это возможность, необходимость переключаться, да, то есть менять вид деятельности. Второе – это, безусловно, полноценный сон, да, настолько, насколько он возможен, даже прочитала вот на каких-то ресурсах рекомендации. Если вы сегодня не поспали, то вот доберите то, что вы не доспали вчера, сегодня, да, то есть как бы вот таким вот образом, да, то есть это полноценный сон. Вообще взрослому человеку нужно не менее 6 часов для того, чтобы восстанавливаться, да, но кому-то нужно 7 часов, 8 часов, кому-то нужно 9 часов, да, то есть это полноценный сон. Это прогулки, то есть это свежий воздух, то есть обязательно перед сном, вообще не менее часа, вот эти вот моменты, то есть это вот то, что, ну, совершенно как бы такие простые, простые рекомендации, но они действительно реальны, работают, да, это работает. Но очень важный момент – это, конечно, поддержка близких людей, чтобы близкие люди понимали, что вы делаете, какую работу вы выполняете, чтобы они не просто вас понимали, они ценили и гордились тем, что вы делаете, потому что, наверное, поддержка, вот это ощущение гордости за своего близкого человека, там, вот, там, мой папа, вот он там, врачом-хирургом ковидного госпиталя работает, да, а мама у меня, вот это инфекционист ковидного госпиталя, да, там, а бабушка работает у меня, там, участковый терапевт, там, в поликлинике, да, работает, конечно, это вот, вот это вот понимание, что близкие тебя ценят и любят, не просто любят, потому что ты близкий человек, да, а они тебя гордятся тобой, как специалистом гордятся, да, то есть вот такое вот ощущение, что вот ты личный герой для своих близких, да, это очень большое, большое значение имеет, ну, и, конечно, любимые книги, музыка, да, там, вот эти вот моменты. Я еще хотела, знаете, на каком моменте остановиться? Я хотела остановиться на том моменте, с момента разворачивания пандемии у нас в регионе вопросу психоэмоционального здоровья сотрудников стало уделяться очень большое внимание на всех уровнях, и был запущен совершенно, ну, с моей точки зрения, сумасшедший проект, вот, по которой, значение которого невозможно переоценить, вот, для психоэмоционального состояния, состояния медика. Когда я говорю о проекте «Спасибо медикам», когда были предложены экскурсии по красивым местам Ульяновской области, совершенно бесплатные, совершенно вот просто анонсируется вот отъезд такого-то числа от такого-то места, да, то есть предоставлялся транспорт. Вот у нас огромное количество наших коллег воспользовались, вот, приходили, с горящими глазами рассказывали, насколько это, насколько это нравилось, насколько это, это реально вот то, что вот надо было, да, вот, приходили медсестры, санитарочки, врачи, многие ездили не по одному разу, вот, сейчас эта программа, она возобновилась, она в этом году продолжает свое действие, да, я вот хочу сказать слова искренней благодарности тем людям, кто эту программу запустил, кто ее придумал, вот, это вот совершенно люди, которые совершенно понимают психологию, вот, вот этого, и они понимают, какая эмоциональная нагрузка сейчас вот на медиках, да, и это действительно работает, это действительно помощь. Потом наша региональная программа оздоровления медиков, да, кто перенес ковид, да, ну, практически все санаторные базы области, они открыли двери для реабилитации, в том числе элемент психологической реабилитации, вот, и наши коллеги, кто переболел, и кто затем восстанавливал свое лечение, свое здоровье поправлял, путевка там около 12 дней составляла, да, в самой разной санаторной базы, у нас были ситуации, когда, ну, после выздоровления коллеги рвались в бой, да, вот, рвались в бой, все, вот мы завтра придем, и все, ну, буквально прямо заставляли, да, вот тебе путевка, и чтобы 12 дней тебя не видели, да, потому что, ну, во-первых, мы понимаем, как болезнь протекает, да, что реабилитационный период длится какое-то время, да, период эстонизации бывает, да, нужно время восстановиться, и с учетом того, что человек вернется опять работать в ковидной, в ковидную среду, да, надо понимать, что психоэмоциональное здоровье здесь тоже должно быть, не только физическое, но и психоэмоциональное. Вы знаете, коллеги приходили, благодарили, говорят, спасибо вам большое, что вы настояли, что вы заставили, да, вот, пойти вот эту реабилитацию пройти. Это замечательная программа, просто замечательная программа, вот, и на сайте медицинской палаты вывешены опросники, да, по ранней диагностике психоэмоционального выгорания, да, вот, очень простые, немного времени занимает, буквально 10 минут, да, отвечаешь на перечень вопросов, и тут же получаешь результат, и если твой результат находится в зоне риска, да, то тебе сразу же рекомендуется, что вот дается такая вот усредненная рекомендация, вам рекомендована, там, консультация психолога, тут же предлагается телефон, понимаете, да, то есть не надо ничего искать, да, то есть все там в один клик можно все найти, зайти, да, вот, и записаться и получить какую-то психологическую помощь и психологическую поддержку. Действует горячее линия федеральных институтов по поддержке медицинских сотрудников, медицинских работников, ну, самое такая, такая большая горячее линия, это горячее линия института сербского, да, то есть они круглосуточное горячее линия по психоэмоциональной поддержке сотрудников, вот именно по синдрому профессионального выгорания. Поэтому делается очень многое, очень многое. Сейчас в медицинской палате это новое направление, поддержка медицинских работников, психологической поддержки. Абсолютно. Это хорошая такая оставляющая работа. Поверьте, это действительно очень важно. Если бы без малейшей лести очень большое количество коллег воспользовалось данными, предлагаемыми вариантами. Я тоже знаю таких коллег, которые воспользовались. И ничего, кроме слова благодарности, нет. Это очень большое подспорье к своим внутренним каким-то моментам по психоэмоциональному восстановлению. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну что ж, Наталья Николаевна, спасибо вам за большой такой интересный разговор. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова